Доброе утро дорогие коллеги! Давайте посмотрим, что нам говорит технический анализ, а затем фундаментальный. Технический анализ. Ну что, биток вчера завершился внизу его путь. Ударился он в лой 3522 доллара за один биток. Сейчас несколько отскочил в район 3600. Вот у него котировка сейчас, ну не знаю, может быть какой-то торговый диапазон здесь и сложился. Вот так вот можно его поставить, наверное, да? Ниже закрыться не дали, чем закрытие две недели назад. Может быть сегодня откатит. Чисто в техническом плане, я думаю, что вполне может быть. Причин для падения особых нету сегодня, не видно. Поэтому некоторый откат может быть на одну треть. Так же по эфиру картинка выглядит. Вполне допускаю. Риппл также пробил вниз, также ожидая легкую коррекцию сегодня. Американский сорт нефти, друзья, вновь опрокинуло, так сказать, рассуждение о том, что пора нефти падать. И вот уже восьмую подряд торговую сессию нефть растет, а некоторые до сих пор ее продают. Ну и тренд, друзья, ну признайте тренд. Да, скажете вы, сегодня пятница, день коррекции, может быть коррекция небольшая. Ну может быть, но во второй половине дня с утра-то растем 52,61. У нас на глазах с уровня, это было с 29, с 26 декабря, сори, рост уже составил 10 долларов 17 центов. А некоторые люди все как бы ожидают шортить. Ну что как бы шортить? Более 10 долларов выросли за 10 торговых сессий. Ну что как бы, мне кажется, очень убедительный тренд. Причем прошлого пятница, так сказать, на прошлых выходных, перед выходными ничего, никакой коррекции не было. Поэтому вполне может быть и сегодня не быть. Поэтому растем. Вот, мне кажется, основная идея дня. Если произойдет разворот, мы его увидим, естественно, первыми об этом скажем. Но пока толкают ее наверх, но глупо становиться поперек пути, искать контртренд. С индексом доллара, друзья, вчера свечу позавчерашнюю большую вниз не выкупили. Да, сделали ретест некоторый. Вот, мы эту отметку вчера обсуждали. 95 ровно с Иваном Кочевым, если помните. С другими коллегами обсуждали, что да, вот в нее ударились, остановились, теперь вниз. Я думаю, что индекс доллара вниз, поэтому верю, что у еврика и у золота шанс появляется. Ну вот евро-доллар уже наверх, фунтик наверх. Доллар-иена вниз. Доллар-швейцарский франк вниз. Доллар-канадец вниз. Посмотрите, если кто-то хочет продавать доллар, ну можно индекс продать, естественно, но можно продать и доллар-канадец. Он активнее на растущей нефти, активнее всех. Он меньше всего вчера сдал позиции. И активнее всех начинает штурмовать новые лаи по этой валютной паре. И здесь вот даже очень хорошо видно, что мы первая валюта, по которой мы пробиваем позавчерашние лаи. Да, да, доллар-канадец в продаже интересна. Австралиец растет, тоже хорошая тема. Новозелландец, посмотрите, как сегодня демонстрирует рост. Золото пошло в рост. Ну как? Не верят в доллар люди. Серебро пошло в рост. Американские фондовые рынки. Доу Джонс на открытии. Вчера хорошо вырос. Насдок вчера вырос, сегодня стоит на открытии. И СНП вчера вырос. Индекс сегодня стоит на открытии. Ну вот как-то так. Фонда остановилась сегодня, а индекс доллара пошел вниз. И все как-то радостно в припрыжку побежали доллар продавать. Ну почему нет? Почему нет? И мы давайте за ними. Глобальные новости, друзья. Их сегодня немного. Ну вот Вашингтон пост сообщил о том, что Дональд Трамп готовится ввести режим чрезвычайного положения в США из-за продолжающегося шатдауна. Поскольку решить спор с демократами о строительстве стены на границе с Мексикой пока еще не удалось, то Трамп нашел такой выход. Он ведет чрезвычайное положение и тогда профинансирует строительство стены через бюджет армии США. Оттуда 5 миллиардов долларов выделят и построят эту стену не мытьем, так катанием. Ну интересный шаг. А ничего там военное положение не хочет ввести Дональд Трамп, чтобы еще что-нибудь, какую-нибудь выгоду получить. Очень опасная ситуация, друзья. Режим ЧП в стране, из-за границы за стены с Мексикой. Можно только догадываться, насколько принципиальный для него этот момент. Для доллара нехороший знак, без сомнения. Вообще режим ЧП нехороший знак. Если действительно введет доллар вниз, однозначно это проблема. Далее, коллеги. Я к тому, что понятно, почему доллар сегодня падает. А если действительно введет, я все-таки надеюсь, как-то его уговорят это не делать. Но если введет, то доллар вниз однозначно. И фонда подсядет. В режиме ЧП там есть ограничения. Я так не помню даже, чтобы когда-то в США вводили режим чрезвычайного положения. Что-то вот вообще не помню. Если кто-то помнит такие случаи, дайте мне знать. Напишите примеры. И как тогда реагировала фонда и доллар. Удивительно просто. Но в любом случае это однозначно негативно, поскольку в стране всегда в режиме ЧП вводятся определенные ограничения. Далее, коллеги. Центробанк Российской Федерации вынес предупреждение руководству банка J.P. Morgan в России. Привлечено к административной ответственности по причине неисполнения требований российского законодательства. Причем статья Кодекс по административным правонарушениям, часть 1, статья 15, точка 27. Под пункт 27, я так понимаю. Неисполнение требований законодательства противодействия и легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ох, как выкатили J.P. Morgan через Москву. Убежит J.P. Morgan, потому что имиджевые потери. То, что они заплатят нам сколько-то тысяч рублей, для них это не страшно. А то, что им сейчас влупят имиджевые потери, об этом, естественно, завтра напишет сегодня, напишет весь мир. Это, конечно, так по-серьезному, по-серьезному. Ну, начинают выживать американские банки из России. Ну, это оправданно и ожидаемо по ситуации, какая есть сейчас в моменте между Россией и США. Но США в долгу не осталось, тут же США пригрозили Русал последствиями в случае невыполнения обязательств. И это сделано Минфином США перед встречей с конгрессменами, которые требуют отложить снятие санкций с ЕН-плюс и Русал. Пока это обозначенная угроза, но если, так сказать, конгрессмены поддавят, то Минфин может пойти на уступки, без сомнения. Друзья, Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал Нижней Палате Парламента принять в первом чтении изменения в Кражданский кодекс и законодательство об информационной политике, связанное с введением досудебной блокировки со стороны ЦБ мошеннических сайтов. Ну, что вам сказать? С одной стороны, это хорошо, мошеннические сайты надо, так сказать, наказывать, но с другой стороны, в нашей стране очень часто, к сожалению, под предлогом борьбы с реальными, так сказать, незаконными действиями, ликвидируют какое-то направление. Вы помните, в 26-м году ликвидировали вообще финансовые рынки или финансовую монополию государства, монополию на всю внешнюю торговлю, банковской деятельности, ну и так далее. То есть у нас, к сожалению, как только дается право досудебного решения, это начинает пользоваться просто с целью ликвидации всего, что негосударственное. Это очень опасное решение, и хотя, так сказать, ну понятно, бороться надо, но мне кажется, сейчас бороться с мошенническими сайтами у правоохранителей есть все права. Можно возбуждать уголовное дело, судебное, так сказать, дело можно в суд вызывать и так далее. Все есть. А вот досудебная блокировка, это, конечно, порубит сейчас весь интернет. И вот я категорически против в таком варианте борьбы в плане разрешения Центробанку введения досудебной блокировки. Потому что заблокирует все на свете, я вам серьезно говорю. Есть у правоохранителей достаточно прав, и их надо использовать. Очень тревожно, друзья, очень тревожно. Тут к переезду в офшор надо готовиться всем, кто связан с интернетом, потому что могут блокировать, они такими решениями могут вообще интернет блокировать. Далее, друзья. Минтранс признал невозможную полноценную работу новой полосы в Шереметьево. Сделали в Шереметьево, ну, вы знаете, один из ведущих аэропортов Москвы, сделали третью взлетно-посадочную полосу, строительство которой обошлось бюджетом в 55 миллиардов рублей. И она не может эксплуатироваться, потому что этому мешает жилая постройка в районе аэропорта. И два факта вызывают изумление. Подождите, постройки в районе аэропорта были всегда, ну, лет 60, наверное, последние, да? А второе, а почему Шереметьево, это акционерное общество, там есть владельцы, а почему бюджет финансировал 55 миллиардов рублей, а не акционеры Шереметьево, аэропорта? Я не понял, почему бюджет влезает, так сказать, отдает деньги частникам в данном случае, я вообще не понял. А во-вторых, что, не знали, что там есть постройки в районе аэропорта, и построили, запулили 55 миллиардов рублей, а потом глянули за забор, оба-на, а там дома, а раньше не видели. Что вообще у нас с проектировкой, что вообще происходит? Удивительно. Это Москва, центральный аэропорт, один из центральных аэропортов, вот такой бардачина вообще непонятный. Удивительно. И мы рассуждаем о том, что будет с экономикой России. Боже мой. Мне кажется, давно понятно. Далее, коллеги. Посетителя ресторана обстреляли и похитили в Москве. Вот что сказать? Меньше по кабакам шляться надо. Вообще, конечно, ужас, честно говоря. Пришел человек в ресторан, обстреляли, вывели из ресторана, посадили в автомобиль и украли, скрылись. Вообще, с московскими ресторанами поосторожнее. Друзья, опубликовал я вчера статью «Борис Розинг. Самый недооцененный гений». Этот человек создал в 1907 году способ передачи изображений на расстояние с помощью электричества, то есть электронным путем. Его имя незаслуженно забыто. А 5 мая 2019 года ему исполняется 150 лет. Поэтому сделал я такую статью. В чате предлагаю. Пожалуйста, почитайте, посмотрите, потому что это как бы отец родной для всех видов аудиовизуального потокового вещания во всем мире. В том числе для телевидения, стриминга и интерстрима. Внизу в статье есть рейтинг. И там можно нажать на плюсик и добавить рейтинга этой статье. Я всем буду очень благодарен, друзья, потому что эту тему активно продвигаем в этом году. И 5 мая что-нибудь проведем. Обязательно почтим память человека, которому мы обязаны существованием телевидения, стриминга и интерстрима. Все, друзья, давайте подводить итоги. Вчера, как вы помните, монета у нас показала бай. Была права, бай состоялся, хотя многие не верили. То есть на этой неделе монета вообще молодец. Прям отлично работает. Давайте посмотрим, что сегодня она скажет по нефти WTI. Две стороны у нее. Бросаем, смотрим. Ой, вот так. Не было вам видно. Бай. Сел. Бросаем, смотрим. И видим, что написано. Сел. А сегодня монета считает, что пятничная распродажа по нефти может состояться. Подводим итоги. Да, макроэкономические индикаторы сегодня в пятницу. Смотрим спикеров, смотрим праздников. Пока никаких нет ни тех, ни других. Число буровых установок от Baker Hughes 21.00. И в общем-то все. Подводим итоги, коллеги. На мой взгляд, сегодня центральная история покупка нефти. Хотя монета показала сел, но это уже, наверное, после обеда она имеет в виду. А пока нефть растет, стоим в тренде, ни о чем не рассуждаем. Будет ли пятничная коррекция? Не будет. Большой вопрос. Индекс доллара, друзья, больше показывает направление вниз. Он пробил 95.00 вниз сегодня уже. И, видимо, это сильное все-таки сопротивление для него. Поэтому некоторое движение вниз ждем. Соответственно, у еврика и у золота шанс вырасти появляется. Битток. На мой взгляд, после сильного падения вчера. Давайте даже посмотрим, какое по факту состоялось падение. 387 долларов снизился битток вчера за день. Сейчас стоит на этом же уровне приблизительно, на открытии. И это вызывает легкое чувство тревоги. Но мне кажется, что сегодня после такого резкого движения, после сильно убыточной недели, битток, наоборот, можно попокупать, мне кажется. Вполне-вполне себе. Это было бы интересным. Коррекция пятничная вполне. Хотя завтра битток торгуется. Но, тем не менее, многие же не торгуют. В субботу и воскресенье я уверен, что гораздо меньше обороты на любом инструменте, потому что очень многие отдыхают. Все, друзья, спасибо всем большое за участие в утренних эфирах. Всем удачи и хорошего настроения. Продолжение следует...